Доброе утро. У нас сегодня в гостях Максим Александрович Костенко, министр образования и науки Алтайского края. Как всегда, пришло определенное количество вопросов и сегодня Максим Александрович на них ответит. Вопрос первый. Такой задает его Елена Маслова портал Толк. Правда ли, что детсады и школы уже получают рекомендации о работе в дистанционном формате с сентября 2020 года? Доброе утро. Не знаю, насколько у Елены Маслова и откуда такая информация. У нас такой информации нет и мы такой информации, конечно, никому не даем. — Ну, видимо, и не даем, потому что не знаем, что будет в сентябре 2020 года. — Ну, мы надеемся на лучшее, как и вся страна. — Да, но прогнозировать сложно. — На лучшее, конечно. Но в целом мы готовим все школы, детские сады, начинаем подготовку к учебному году 2020-2021 в штатном режиме. Конечно, что наверняка какие-то элементы, лучшие практики удаленного обучения, в частности дистанционного обучения, будут использоваться школами, но, конечно, это не повсеместно, это не тотально и не для всех. — Спасибо, Максим Александрович. Значит, еще два вопроса про дистанционную работу. Вот радиостанция Катунь-ФМ задает такие вопросы. После окончания пандемии останется ли дистанционное обучение и в каких случаях его будут применять? — И еще один вопрос от этой же радиостанции. Есть ли статистика, у стольких школьников есть возможность обучаться дистанционно и у многих ли нет компьютера или доступа к интернету? — Ну, несколько вопросов получилось. Так или иначе, на все эти вопросы мы отвечали в разных интервью, в разных каких-то информационных сообщениях. Поэтому, если я повторюсь, коллеги, вы уж меня, ради бога, извините, потому что уже не помню, кто о чем спрашивал и кому на что отвечали. Итак, первая тема — дистанционное обучение в какой-то форме и раньше было в Алтайском крае, в ряде школ. Как мы говорили, что почти 75% школ от юридических лиц, если считать, использовали элементы этого дистанционного обучения. Три года назад мы создали лабораторию цифровой педагогики, буквально, как чувствовали тогда еще в институте повышения квалификации работников. Два года назад была сформулирована инициатива губернатора для развития, 10 инициатив для развития сферы образования. Одна из них так и называется «Цифровая электронная школа Алтайского края». И задумка была такая, чтобы начать постепенно вырабатывать так называемую новую цифровую дидактику, то есть содержание технологии обучения в дистанционном формате для ребят, которые оказываются в сложной жизненной ситуации. Например, ребенок обучается на дому по показаниям здоровья, безусловно, к ним уходят учители, даже несколько порой учителей, но иногда это затруднительно, например, низкие температуры, особенности погоды, заболевания и так дальше. Тогда мы могли бы предложить такой ресурс. Тем более, что у нас работает почти уже 10 лет на базе Алтайского педагогического лицея, который скоро будет называться губернаторский многопрофильный лицей, потому что расширил спектр своей образовательной деятельности. Так вот, там почти тысяча детей по всему Алтайскому краю, дети-инвалиды, прежде всего, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаются дистанционно. Они будут обучаться дальше дистанционно, потому что это, так сказать, то, что приемлемо их по состоянию здоровья, физическому, интеллектуальному, психологическому и так дальше. Наверняка какие-то хорошие практики, которые сегодня увидели школы и некоторые учителя, они также будут интегрированы в курс обыкновенной оффлайн учебы, если говорить онлайн или оффлайн, то есть привычной классно-урочной системы. Мы, по-моему, на самой первой встрече здесь, в этой аудитории говорили, что, в принципе, классно-урочная система сегодня насчитывает уже более 500-летнюю историю. И, конечно, все учителя получили образование работать именно в классно-урочной системе. И мы, родители, и наши дети привыкли к этой системе. И это очень сложно сегодня ломать, да и не нужно ломать. Образование должно опираться на взрослого, на значимого взрослого, на другого человека, который, так сказать, ведет за собой, педагога, ведущий за собой. Значит, поэтому здесь никакого перехода стопроцентного на дистант, конечно, не будет. Все те фейки, которые гуляют там по родительским чатам, где-то по интернет-сообществам, в социальных сетях. Но это, конечно, провокация. Об этом сказал и президент. Вчера буквально эту тему опять поднимали, и президент ясно дал высказаться по этому вопросу. Стопроцентного дистанта нет и быть не может. Самые амбициозные проекты, здесь такой очень известный коллеги наверняка слышали, считается самый сегодня передовой вуз Массачусетский технологический институт МТА. Они лет 10, а то и 15 назад сказали, что у них будет миллиард студентов, которые будут в год платить один доллар, и таким образом они всю свою работу переведут в онлайн-формат. Но прошло 10 лет, и этого не произошло. Потому что есть какие-то объективные причины того, что это невозможно сделать. Это и традиция, и особенности вообще содержания технологий педагогических, образовательных, потребность коммуникации людей, необходимость социализации подрастающего поколения и так дальше. Плюс ко всему, конечно, этот справедливый вопрос был задан, технические возможности наши. Мы же говорили, что порядка 30 тысяч школьников у нас входило без возможности гаджета. И в одной из встреч, по-моему, тоже в этой же студии мы говорили, что примерно, по-моему, 12 или 15 тысяч дополнительно было приобретено за первые две недели каких-то устройств, которые позволили ребятам уже с гаджетами осваивать и дистанционное образование. Это не значит, что все они сидят на онлайн-платформах, потому что таковых просто нет. И вчера, если коллеги смотрели общение с президентом, то министр образования и науки Фальков, который занимается вузами, он сказал, что даже платформа, которая была сделана специально для вузов openedu.ru, аналог нашей отечественной курсеры, не выдержала и не смогла соответствовать тем требованиям нагрузки университетов. А если сравнивать объемы школьников и университетов, ну это просто в разы. Там, наверное, в разы или в десятки разы. Да, конечно, только по выпускникам. У них 500 тысяч, а у нас 750 тысяч по стране, только 11-классников, которые будут сдавать сегодня экзамены, ну или кто-то не будет сдавать сегодня ЕГЭ в этом году. Я не знаю, все ли ответили вопросы на все. Вопрос там был, не, если вы в чат смотрите, то я еще и не задавал. Нет, я в чат не вижу, да, я понимаю. Спрашивали, у какого количества школьников есть возможность обучаться дистанционно и у многих ли нет компьютера, либо доступа к интернету. Да, по факту. Сегодня мы завершаем учебный год, фактически почти для всех классов 22 мая. Это 190 тысяч. Если мы предполагали 175 тысяч в начале пути, 13 апреля мы выходили в эту цифру, то сегодня мы говорим, что 190 тысяч школьников работают так или иначе с элементами, так сказать, вот IT-обучения, дистанционного обучения. То есть это на 15 тысяч больше, чем мы начинали. Но, конечно, есть еще и ребята, которых нет гаджетов, и которых так и не появились. И это действительно серьезная проблема. Поэтому мы инициировали акцию нашу алтайскую региональную «Спасибо родной школе», где призываем всех людей, которые не безразличны, как живет школа, которые благодарны своей родной школе, неважно, сколько там лет ты проучился. Значит, вот мы предложили выйти с инициативой, подарить школе какой-то гаджет, чтобы школа могла его передавать от одного к другому, так сказать, вот там, например, выпускнику, который бы мог подготовиться. Спасибо, Максим Александрович. Вот вы сказали, упомянули про родительские чаты. Вот как раз, кстати говоря, я так понимаю, у нас достаточно много сегодня вопросов, которые основаны на информации из родительских чатов. И вот в частности, вот Елена Маслова, которая про детские сады, вопрос задавала. Она пишет, нам в чат пишут в WhatsApp, «Сегодняшнее сообщение от воспитателя одного из Барнаульских детских садов. Уважаемые родители, по предварительным данным, детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Мне нужна информация до 25 мая. Как будете посещать? Июнь, июль, август. Про сентябрь тоже есть сообщение». Так, а вопрос в чем? Ну, это она вам как бы приводит контраргумент на то, что вы сказали, что нет такой информации, что в сентябре будет. Может быть, что в сентябре будет дистанционно, детские сады не будут работать. Может быть, просто в детских садах какую-то лишнюю инициативу проявляют. Ну, насколько я понял, первый вопрос Елены Масловой, он был в том, что якобы школы говорят сегодня о том, что будет дистанционное обучение с сентября месяца. Такой информации у меня нет. Если у Елены Маслова есть такая информация, и она с нами поделится, мы же не можем в каждый реликий чат залезть. Мы будем благодарны и подкорректируем, если там есть основания. В данном случае, насколько я понял, воспитатель говорит о прогнозе для того, чтобы сформировать пул дежурных групп на летний период каникулярный. Воспитатели – это люди, они должны пойти в отпуск, поэтому сегодня нужно спрогнозировать летний период, насколько готовы родители воспользоваться услугами детского сада. Либо они принимают решение, что ребенок не будет ходить в детский сад, а будет на даче вместе с родителями проводить весь период. То есть это обычный рабочий процесс? Я так понимаю, что это прогностическая история. Если Маслова в чем-то видит здесь сложность ситуации, конфликтность, проблематичность, если это искусственно не создается, проблематичная конфликтность, она может сообщить нам этот детский сад, если сама не можешь с ними связаться. Мы выясним, в чем причина вот такого заявления. Скорее всего, я думаю, что это просто информация, связанная с прогнозом занятости воспитателей и персонала детского сада на летний период. Потому что кроме отпусков есть еще необходимость хотя бы косметического ремонта и так дальше. Сейчас у нас установка такая, она не менялась, никакой другой нет. До 31 мая детские сады в дежурном варианте. Но таких уже у нас дежурных групп значительно больше. Можно сказать, даже в 10 раз они выросли. Если мы начинали примерно с одного, там с небольшим процентом, то сегодня почти 10% садов у нас работает и количество детей туда ходит. То есть почти 10, даже почти 11 тысяч детей сегодня у нас в дежурных группах. Мы понимаем, что количество дежурных групп будет возрастать по мере ослабления того режима, который у нас есть, противоэпидемиологический. Спасибо, Максим Александрович. Дальше идем. Вот вопрос от информационного аденства МИТЭЛ. Главный редактор Елена Пацар его задает. Я прочитаю. Учителя жалуются, что качество знаний у детей в ходе удаленного образования серьезно упало. Ухудшает ситуацию и мораторий на двойке, введенной в Алтайском крае. У педагогов отсутствует возможность повлиять на учеников, которые ощущают себя безнаказанными и игнорируют выполнение заданий. Есть ли на самом деле повод волноваться? Будут ли скорректированы учебные планы в новом учебном году, чтобы наверстать проблемы в знаниях школьников? Продводите, кстати, следующий вопрос у нас тоже. Да, ну вот. Только немножко в другом ракурсе. В другом ракурсе, да. Ну, коллеги, смотрите. Значит, есть ли поводы волноваться? Все на самом деле зависит от человека. Если человек хочет волноваться, он и будет волноваться. Такая замечательная метафора есть. Когда дует ветер перемен, одни начинают стены строить и волноваться, как от этого ветра спастись, а другие мельницы, пшеницу молоть, хлеб печь, ну, как бы созидать конструктивно, мыслить позитивно. Это конструктивность и позитивность рождают социальную сплоченность в обществе. А когда стены строятся, наоборот, деструктивно влияет на сплоченность общества, наоборот, формирует разобщенность. Значит, наша позиция, что нужно формировать социальную сплоченность в обществе. Ситуация, в которой мы оказались, нестандартная. Все, что касается педагогики, это про созидание, про конструктив. Если мы ставим двойки, не создав на 100% совершенные условия для ребенка, будет ли это способствовать нашей цели развития ребенка, интеграции его в общество, или это будет вызывать негатив у ребенка в семье. Если ребенок и так не мотивированный на учебу, наличие или отсутствие двойки никак не повлияет на его качество. Поэтому в данном случае мы вышли с такой инициативой двойки мораторий объявить, для того, чтобы просто ребят мотивированных, ребят, которые хотят учиться, или почти хотят учиться, плюс средний класс и особенно начальную школу, дополнительно не травмировать. И так травма, что ребенок не ходит в школу, а мы еще там ставим двойки, не создав полноценные, 100% условия для эффективного его обучения и развития. И это нигде в мире не удалось создать такие условия, потому что такого понятия, как цифровой дидактики, до сих пор, к сожалению, не сложилось. Содержание и технологии обучения. Поэтому был объявлен мораторий на двойки, чтобы дополнительно детей не травмировать, не рождать дополнительное напряжение в обществе, в родительских, у родителей, которые также были обеспокоены, испытывали напряжение дополнительной нагрузкой. Что касается учителя, говорят, ну, мне всегда хочется, когда вот такое суждение звучит, а сколько учителей вы опросили, а какая это доля от учителей. То есть учителя говорят, два учителя из 21 тысячи, это уже тоже учителя говорят, или 21 тысяча учителей, это тоже учителя говорят. Но с точки зрения понимания трендов общественного мнения, это разная история, сложно было бы ожидать, что дети, перейдя на один месяц в конце учебного года на удаленное обучение, вдруг бы показали какие-то сверхобразовательные результаты. Ну, это же логично, мне кажется. Также я под большим сомнением рассматриваю тезис о том, что резко ухудшилась успеваемость на онлайн обучении. Мне просто хочется живого диалога с теми учителями, которые так говорят. И я просто задам вопрос, это вы правда так думаете? Ну, покажите мне по цифрам, по фактам, как за месяц в конце года любого класса может резко упасть успеваемость. То есть речь, скорее всего, я так предполагаю, но это моя гипотеза, а вопрос этого непонятно. Речь идет о тех ребятах, которые были немотивированы, когда ходили в школу. Ну, конечно, в данном случае они еще получили, знаете, такую легитимную возможность еще чуть-чуть, так сказать, побольше отлынить от учебы. Ребята старших классов, это мы видим, особенно которые, мотивированные на высокое достижение по ЕГЭ, наоборот, сделали обратную связь и родителям, и учителям, и они говорят о том, что, слушайте, а это даже неплохо, это нас приближает, дистанционное обучение, нас это приближает к тому самому индивидуальному образовательному маршруту. То есть я выстраиваю свое расписание не с утра до обеда, как это, или там с обеда 11 класса, все в первую смену, значит, как это в школе, а я выбираю то, что для меня важно с точки зрения сдачи ЕГЭ, тех предметов, что мне интересно, я имею возможность получить контент из тех образовательных ресурсов, которые полезны, я могу увидеть свои дефициты, то есть, ну, грубо говоря, если в контекстах ЕГЭ, какие задания у меня западают по тематике, и их прокачать просто вот в таком индивидуальном порядке. Поэтому мне кажется, что как раз для старшеклассников вот эта история по дистанту, ну, там, где готовы семьи, готовы старшеклассники и родители, и где готовы учителя и школы, наверное, этот дистант для старшеклассников, он будет как-то больше востребован, чем это было до апреля текущего года. Поэтому здесь я не вижу особых беспокойств. Что касается по корректированию дефицитов, которые могут возникнуть, еще раз повторюсь, учебный план образовательных стандартов России выстраивается не линейно, одна тема за другой, а он, как сказать, концентричный, знаешь, то есть мы в каждой теме возвращаемся к предыдущей. Есть возможность для повторения. Четвертая четверть, особенно последние месяцы, не содержит столько новых тем. Да, как предыдущие три. Все-таки это больше про как раз закрепление того пройденного, формирование, развитие знаний, умений, навыков, компетенций и так дальше. Поэтому и хорошее в этом смысле предложение, например, Минпроса было, когда они ВПР отменили и предложили, а давайте мы проведем в сентябре, в октябре по основным предметам, но оценивать не будем результаты ВПР, всероссийских проверочных работ, а мы просто увидим, ну, грубо говоря, что западает, какие дефициты сформировались или остались, или углубились, расширились, усугубились. И мы, исходя из этих дефицитов, выстроим в последующем году учебном свой учебный план и свою учебную программу. Но это не будет приводить к увеличению количества часов, удлинению учебного года, продолжительности, либо сокращению каникулярного периода в следующем учебном году и так дальше. Я имею в виду про сроки, когда говорю, только лишь как результат вот той причины, которой мы сегодня оказались. Мы не знаем, что будет следующим летом. Дай бог, все будет хорошо, и никак ни каникулы не сократятся, ни учебный год не продлится. Спасибо, Максим Александрович. Следующий вопрос тоже, как я вам и говорил, он про двуэки. А, значит, Комсомольская правда, главный редактор Ольга Ведерникова спрашивает. Еще в начале дистанционного обучения министр, то есть вы, говорил о запрете ставить двуэки. Однако это не соблюдалось. В частности, в лицее номер 86 сама директор выставила множество двоек ученикам, из-за чего в родительских чатах началось большое волнение и возмущение. Поясните данную ситуацию и вообще ситуацию по выставлению двоек в этот период. Ну, вот видите, мнения разделились. Кому-то важно, кому-то не важно. Первое, что мне хотелось бы сказать, значит, это не запрет на двойки, это мораторий. То есть мы призвали учителей, педагогические коллективы, образовательные организации, муниципалитеты, потому что именно школы, именно муниципалитетам подчиняются еще, так сказать, вот очередной раз повторюсь и подчеркну, не выставлять вот в течение апреля месяца двойки, ни текущие, ни тем более итоговые. У нас тоже был сюжет, и мы же это внимательно отслеживаем, но мы смотрим по промежуточной аттестации, когда в одну из школ у ребенка в четвертом классе за четверть появилась двойка по родному русскому языку, по родной литературе, при этом по литературе, как предмет, у него была четверка. Но эти промежуточную аттестацию по четверти по году, мы это все видим, мы это, так сказать, откорректируем. Что происходит в текущей успеваемости, конечно, здесь нам важно обратную связь иметь от родителей. Если такие были возмущения в детском чате, до нашей горячей линии они не дошли. Горячая линия по-прежнему у нас работает, 206-444, это телефон, hotline.22edu.ru, это интернет, туда можно зафиксировать, мы в течение суток каждый сигнал отрабатываем индивидуально. Двойки или другие отметки, вообще систему оценивания устанавливается локальным актом образовательной организации, то есть приказом директоров фактически или решением педагогического совета. У нас до недавнего времени были школы, где были не двойки и пятерки, а система была 20-бальная. Это, например, лицей Сигмит, совсем недавно они перешли на другую систему. Поэтому здесь сегодня каких-то ограничений для образовательной организации по 5-бальной, по 100-бальной, по 20-бальной, каких-то жестких нет. Поэтому и двойки ставят или не ставят, принимает решение школа и сам педагогический коллектив. Есть, это вопрос уже, как сказать, педагогической традиции, есть школы в других регионах Российской Федерации, которые вообще договорились, что независимо, дистант, не дистант, ковид, не ковид, они вообще никогда не ставят двойки. Они не ставят двойки, потому что считают, что любая отметка, тем более негативная, это не просто травма для ребенка, а это и снижение мотивации к его саморазвитию. Это не влечет тех ожидаемых последствий, которые должен влезти педагогический процесс, а именно развитие, желание учиться, приходить в школу, коммуницировать, стремиться к новым знаниям и так дальше. Я занимаю вот тоже такую позицию гуманистическую в работе. Поэтому мне кажется, что выставление двоек, даже в штатном режиме, это не всегда хорошо. Иногда это оправдано по объективным причинам. Думаю, что и в 86-м лице, и, наверное, это тоже как-то было оправдано. Но мы возьмем эту на заметку историю, с 86-м лицеем проговорим, в чем там причина, какая ситуация. Еще раз говорю, мы от своего призыва, моратория на двойки, на период этого дистанта, этой нестандартной ситуации для жизни каждой семьи с детьми, для каждой школы, мы призывали воздержаться от двоек. Спасибо. Василий Александрович, есть вопросы в чате, вот я один из них прочитаю. Татьяна Кузнецова, Российская газета. Вот что она спрашивает. Среди победителей программы «Земский учитель» и ее участников две трети – это учителя из других регионов. Многие подали сразу по несколько заявок и у себя в регионе, и в других, и теперь будут выбирать, куда им ехать. Не получится ли так, что наши школы могут остаться без учителя, даже получив право привлечь его с помощью подъемного миллиона? В некоторых школах-участницах программы по шесть претендентов и все из других регионов. Если ни один не приедет, что делать? На каждую позицию у нас выстроен рейтинг, есть резерв на каждую позицию, вакантную я имею в виду. Напомню, что у нас 44 всего кандидата могут занять эти места, а заявок поступило значительно больше. Поэтому здесь мы не видим проблематики, что вот это количество 44 вакансий мы не закроем. Здесь вопросов я не вижу. Татьяна Кузнецова наверняка, поскольку она курировала эту тему, интересует тема «Большой тихой», наверняка она уже с Оланишинского района, она уже посмотрела, что там шесть претендентов как раз на «Большую тихую». У нас есть до 1 июля время, чтобы каждый претендент подтвердил свою готовность приехать. И 1 августа мы готовы заключать, так сказать, контракт с этим человеком. Ну, трудовой контракт. Ну, не мы, а муниципалитет Соланишинского района. То есть вы считаете, что все из этих 44 вакансий, они будут закрыты? Они будут закрыты, тем более у нас примерно на год, каждый год формируются примерно 600 плюс-минус вакансий на начало учебного года. И почти все мы их закрываем, либо за счет перераспределения нагрузки, либо за счет привлечения дополнительных учителей, педагогов. Спасибо. Значит, еще есть вопросы у нас по окончании учебного года. Извините, я еще добавлю, что в этом же году у нас еще важный ресурс появился. Мы увеличили количество тех ребят, которые выпускники колледжа, их сегодня не 50, а 75, которые выходят с подъемными в 150 тысяч рублей, в свои школы возвращаются, либо в сельские едут. И плюс ко всему появилась губернаторская стипендия имени Щекотинского для так называемых длительных пролонгированных практик, для ребят, старшекурсников педагогических вузов. То есть это тоже дополнительный ресурс, который будет влиять на закрытие вакансий в целом. Это не имеет отношения к вопросу о земском учителе, а это в целом как дополнительный ресурс, который нам позволит закрывать эту тему. Это почти 3 миллиона рублей в год. Спасибо. А вот вопросы об окончании учебного года. Мария Ковтон из Бийского рабочего спрашивает, как после окончания учебного года будут работать педагоги, придется ли им ездить на работу, и как это будет оплачиваться. И она же спрашивает, состоятся ли выпускные вечера и последние звонки в этом году, и изменится ли что-то в формате их проведения. Что значит ездить на работу? Имеется в виду, что приходить в школу. Ну, то есть учебный год закончился, надо ли будет учителям приходить в школу. Да, на рабочее место. Я так понимаю. Ну, все будет зависеть безусловно от эпидемиологического режима. То, что касается нахождения в школе, вчера мы с вами тоже все услышали позиции президента, 29 июня начать ЕГЭ, Единый государственный экзамен. Поэтому часть учителей в любом случае, те, которые задействованы в процедуре проведения единого госэкзамена, будут в школу приходить. Некоторые учителя и сегодня в школе занимались, как я уже говорил, у нас порядка 11 школ в целом, это малокомплектные школы, проводили очные занятия, это филиалы школ в отдаленных и населенных пунктах, где с эпидемиологической ситуацией благополучно. То есть они, так сказать, и так находили в школе, руководство школы практически все на местах было в дежурном формате находилось, поэтому они будут работу продолжать. И кроме ЕГЭ, конечно, история подготовки к учебному году. Как минимум косметические ремонты, как максимум это серьезная работа, связанная с новым эпид режимом в связи с COVID-19, который наступит с 1 сентября 2020 года. Поэтому такая подготовка будет проводиться параллельно единому госэкзамену, параллельно мы будем с Роспотребнадзора, при согласии, конечно, вводить историю пришкольных лагерей в школах, поэтому здесь какая-то часть педагогических работников, конечно, будет... А пришкольные лагеря будут летом этого года? Потому что там у нас дальше вопросы есть, если... Мы планируем в части, но не раньше 15 июня совершенно точно, при малых группах, по малым группам, то есть до 12 человек, такие лагеря при разрешении, безусловно, Роспотребнадзора возможно открыть. То есть фактически это будут такие тоже летние дежурные группы в школах, для ребят, которые предоставлены сами по себе, и родители не могут заниматься их воспитанием в течение рабочего дня, потому что тоже работают. А мы же понимаем, что такое лето. Откроются торговые центры, ребята будут там. Лучше это, ну, наверное, не... Поэтому сегодня мы параллельно с РДШ и с юной армией... ...безопасности поведения на водоемах в течение лета, когда старшие ребята в качестве наставников будут эту работу осуществлять. Плюс ко всему мы заходим уже с июня месяца, и на следующей неделе мы будем подробно для всех рассказывать. Ну, в принципе, на ресурсе «Дети Алтайских каникулы», «Дети отдых», там мы уже говорим, умные каникулы мы проект запускаем, это будут онлайн-форматы при всех учреждениях доп. образования, краевых, такие профильные онлайн-смены, чтобы хотя бы часть времени дня ребят увлечь, чтобы они не были предоставлены полностью сами себе, предоставить какую-то летнюю занятость. Поэтому пришкольные лагеря дозировано мы планируем открывать, не так массово, как это было каждый год, не ранее, чем 15 июня. Ну и вчера также было озвучено на совещании с президентом, что регионам рекомендовано, но мы так раньше для себя и планировали, с 1 июля постепенно начать работу по открытию загородных лагерей, загородных смен. То есть можно надеяться на то, что они тоже будут? Да, можно надеяться, и многие надеются. Вот мы тогда последний раз, по-моему, когда встречались, около 9 тысяч было путевок выкуплено, потом у нас сложилась цифра, что 15 тысяч родителей уже выкупили путевки, на сегодня 11 тысяч остается, 4 тысячи деньги отозвали, а 11 тысяч родителей по-прежнему готовы, хотят и надеются направить своих ребятишек в оздоровительные лагеря. И здесь мы уже обратились с предложением и просьбой потребнадзора, чтобы нас поддержали, сократили продолжительность смены. Это позволит и стоимость путевки, безусловно, снизить, но и большее количество детей даже за июль-август направить в оздоровительные лагеря загородни Алтайского края. Лагеря все полностью готовятся, акцилицидная обработка заканчивается. Сейчас мы с коллегами из МЧС начнем по позднадзору работать. То есть в этом смысле мы идем полностью в графике по подготовке лагерей. Спасибо, Василий Александрович. Вот такой вопрос нам еще пришел в чат от радиостанции Катуньфэм. Учебный год завершен, теперь учителя заставляют детей приходить в школу на генеральную уборку. Речь идет о 122-м лицее. Разрешено это или запрещено, спрашивают нас. Ну, маленько удивлен. Мы давайте выясним ситуацию. Просто у меня ребенок у самого в 122-м лицее никаких таких предложений нам не поступало. Не знаю, какой класс и кто кому предложил. Давайте более подробную ситуацию вы нам сообщите, пожалуйста. Мы, конечно, точно посмотрим. Спасибо. Коллеги, вот еще раз прошу, даже как не проще в своей сфере, а просто как родителей. Если есть такой вопрос, надо задать его обязательно учителю, классному руководителю, директору в конце концов. Директор 122-го лицея в чате, кстати говоря, и он на связи. На сайте можно зайти к нему. Если есть возможность сразу задать вопрос министру, то почему не спросить министра? Ну, это вот уже опять, знаете, про теорию третьего вопроса. А мне хлеб дадут или нет? А ты его спрашивал? Нет, но я же думал, что все знают, что я хлеба хочу. Да. Хорошо. Вот еще есть у нас вопросы от Мителла. Артем Кузнецов, корреспондент, спрашивает. С сентября ученики начальных классов будут получать бесплатное питание в школах. Многие родители не предполагали, что четвертая четверть пройдет в форме дистанта и заранее сдали деньги на питание. Как правило, это несколько тысяч рублей. Как и когда эти деньги будут возвращены? Если еще деньги эти не возвращены, и вы действительно эти деньги сдавали, классному руководителю обратитесь, и эти деньги будут, конечно, возвращены. Здесь никаких вопросов нет. Тем более, насколько я знаю, что у нас в основном родительские комитеты сегодня этим занимаются, когда собирают деньги, рассчитываются со столовой и так дальше. Здесь, если не будут отдавать деньги, так же нам на горячую линию сообщайте, мы точно эту тему отработаем. Спасибо. И еще один вопрос тоже от Мителла. И тоже про питание. Почему в Алтайском крае школьники с ограниченными возможностями здоровья получили бесплатные продуктовые наборы, а дети из малообеспеченных семей, которые также имели льготу при оплате питания в школе, нет? Куда направлены деньги, которые были заложены на эти цели в бюджет за два месяца, в апреле и в мае? Спасибо за вопрос. Дорогие коллеги, я здесь тоже не собираюсь, так сказать, блеснуть своей эрудированностью, но есть такой вот термин, насколько я знаю, в журналистской профессии, факт-чекинг называется, что прежде чем вопрос сформулируется, ну, внимательно изучается тема этого вопроса. Если бы вы к этому обратились, то вы сразу бы поняли, что совершенно разная нормативная подоплека вот этих 4,85 в день для детей из малообеспеченных семей и питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Питание детей с ограниченными возможностями здоровья – обязанность образовательной организации. То есть, это так зафиксировано. Организация бесплатного питания два раза в день. Поэтому средства выделены на организацию питания, то есть 100% оплаты стоимости питания. Завтрак получается и обед. Именно поэтому ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья были переданы пайки, сухпайки, да мы называем, наборы натуральных продуктов ровно на ту сумму, которая предполагалась, должна была быть затрачена в апреле и в мае. Что касается малообеспеченных, то если вы заглянете в нормативную базу, там обнаружите, что это компенсация за предоставленную услугу путем снижения стоимости. То есть, там другая история. Не организация питания и 100% оплата, а, например, стоит обед, условно говоря, сейчас для простоты счета 10 рублей, а родитель из малообеспеченной семьи добавляет 5 рублей 15 копеек. Потому что 4 рубля 85 копеек, значит, оплачивает непосредственно бюджет. Это средства из краевого бюджета, безусловно, они направляются в муниципальные и становятся средствами муниципальных бюджетов. То есть, стоит обед 10 рублей, но родителю он обходится 5 рублей 85 копеек. А когда обед ничего не стоит, ну потому что он не предоставлялся, то здесь сложно найти нормативно-правовое обоснование расхода вот этой суммы средств. Вместе с тем, обращу внимание, что была организована помощь, в том числе сухими пайками, наборами натуральных продуктов через органы учреждения социальной защиты. Насколько нам известно, коллеги, во всяком случае об этом говорили, что максимальное количество семей, у нас, например, около 60 тысяч по факту детей питается, а нам коллеги сказали, что почти 120 тысяч детей получили так или иначе, либо материальную помощь, либо сухпайки, либо еще что-то. То есть это те, кто действительно обратились, то есть кто нуждались и имели на то основание и получили такую помощь. То есть нельзя говорить, что кто-то остался без помощи в Алтайском крае в этом смысле. И важная тема также еще. Сумма вот этих компенсаций за питание, она на год рассчитывается естественным образом, что эта сумма будет расходоваться в течение всего календарного года. Не учебного, а календарного. Поэтому с января по декабрь 2020 года будет эта сумма направлена на компенсацию питания тех семей, которые предоставят необходимые документы. Спасибо. Максим Александрович, вопросы у нас закончились, но вот есть еще одно уточнение, в чат пришло от радио ГТРК Алтай. Просят уточнить по последним звонкам и выпускным, будут ли они. И еще, изменится ли количество пунктов сдачи ЕГЭ в связи с тем, что часть выпускников не будет сдавать экзамены. Хорошие вопросы, значит, что касается последних звонков. Рекомендация такая из Министерства просвещения, потребнодзор поддерживает, и вчера эту тему также на встрече с президентом косвенно затронули, они будут в онлайн формате. И сегодня многие школы уже готовят разные мероприятия, поздравления выпускников, родителей, учителей, записывают на видео, выстраивают разные сценарные ходы для того, чтобы, так сказать, вот это какое-то общение онлайн состоялось. В малокомплектных школах, конечно, возможно проведение и онлайн. Ну, там где у нас три выпускника или четыре выпускника девятого класса, например. Но у нас есть одиннадцатиклассники по одному выпускнику, по два. Поэтому там, конечно, такие последние звонки при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима возможны. Что касается выпускных вечеров, вчера было озвучено, что до 15 августа будут выданы аттестаты. Наверное, это именно так и будет. Мы будем ориентироваться на эту также дату до 15 июня. Но пока нет документов федерального, регламентирующего эту процедуру. И речь идет не только о золотых медалистах, которые должны тоже красный, так называемый, аттестат получить, но и легитимизации самой процедуры, выставления итоговых оценок для девятых классов без ОГЭ, для одиннадцатых классов без ЕГЭ. Поэтому мы ждем этого приказа Рособорнадзора, Министерства просвещения, совместного приказа. И сразу же приступим к этой процедуре выставления годовых оценок и выдачи аттестатов. Поэтому, ну вот потенциально, наверное, после 15 июня, если будет более благоприятная эпидемиологическая ситуация, можно думать и про выпускные уже. Поскольку в этом году ЕГЭ фактически получается, это не итоговая аттестация, а это вступительный экзамен, но который ты сдаешь на базе пункта приема экзамена. Но вчера Владимир Владимирович Путин тоже об этом сказал, что это исключение этого года, это не будет правилом. Но вот в этом году будет так. Мы ждем необходимые документы, приказы Министерства просвещения Рособорнадзора, наблюдаем за эпидемиологической ситуацией, ну и, наверное, все-таки выпускные вечера, так или иначе, но мы надеемся, что можно будет провести очно. Последние звонки, может быть, тоже как-то отсрочено, может быть, очно будет возможно провести. Поэтому эта история такая. Российское движение школьников у нас инициирует флешмоб на территории Алтайского края по последним звонкам. На следующей неделе этот такой краевой последний звонок виртуальный состоится. А второй был вопрос. По количеству пунктов сдачи ЕГЭ уменьшится, увеличится? Да, скорее всего увеличится. Мы предполагаем, что где-то примерно на 300 пунктов сдачи ЕГЭ увеличится. И пока нас не спасает, ну, в кавычках не спасает то, что русский язык будет два дня сдаваться в этом году, второго и третьего. То есть, как бы два потока, да? Два потока, да, второго и третьего. Ну, там у нас очень большое число, почти, даже мы предполагаем, вот из того, кто даже отказался, почти 10 тысяч ребят планируют все-таки сдавать, значит, русский язык, потому что это является требованием вступительного экзамена в тот ВУЗ, куда они поступают. Поэтому будет в два потока сдаваться 2-3 июля. Но требования рассадки полтора метра, требования дезинфекции, промежутка между активностью и школой. В одной школе меньше детей будет сдавать? В одной школе будет меньше детей. Либо в одном пункте приема экзамена больше аудитории будет задействовано. Поэтому сегодня, ну, прям до конца, до следующей среды заканчиваем всю логистику по рассадке. Пунктов приема экзаменов. Вчера вот такая большая ясность была озвучена президентом Российской Федерации по дням, по графику и так дальше. То есть мы это сейчас историю разводим все и с пришкольными лагерями, и с подготовкой к учебному году и так дальше, и так дальше. То есть у нас есть возможность четкие графики сформулировать. И мы рассматриваем также варианты там, где при санитарной, выполнении санитарно-эпидемиологических норм возможно увеличенной аудитории. Там где-то возможно в спортивных залах, в актовых залах, в столовых, при соблюдении всех норм освещения, правильного интенсивности и так дальше. Ну вот такие истории тоже сейчас рассматриваем. И может быть тогда не придется увеличивать по количеству пунктов приема экзаменов, а переносить просто аудитории. Пока мы предполагаем, что не самих пунктов ПП, ПП это вот школа, грубо говоря, а в ней может быть 5 аудиторий, может 10. Мы предполагаем, что это на 300 аудиторий может увеличиваться. А, то есть не на 300 школ, а на 300 аудиторий. На 300 аудиторий, да. На 300 аудиторий может увеличиваться. А в процентах это к обычному количеству? Ну, по 40%. По 40%. По 40%, да. Как правило, у нас же в базовых школах, например, в сельской местности, то есть это большая школа, куда ребят доставляют. И тут свои тоже особые требования к транспорту и к водителю, к сопровождающему комнате отдыха. Потому что ребята, когда приезжают, они проходят в комнату отдыха, они могут там попить чай, настроиться и так дальше. Поэтому здесь очень много таких нюансов, которые сейчас мы вместе с муниципалитетами тщательно прорабатываем. Понятно. Спасибо, Максим Александрович. Спасибо, коллеги, вам за вопросы. На следующей неделе мы продолжим проведение наших пресс-конференций. Спасибо большое, Дмитрий Ильич. Коллеги, еще раз не устаю благодарить средствам массовой информации Алтайского края, что в целом сложная проблема удаленного обучения очень конструктивна, очень профессиональна, но так вот очень по-человечески была освещена в наших СМИ. Поэтому спасибо, коллеги, большое вам за такую поддержку. Она очень важна для всех нас. Спасибо.